Наш завод по производству фармацевтических препаратов в Архангельске работает на рынке лекарственных средств более 20 лет. Для производства продукции мы используем различное фармацевтическое оборудование, соответствующее требованиям и стандартам GMP. В прошлом году наше предприятие начало выпуск витаминов в таблетках. Еще до проектирования участка по производству витаминов мы составили перечень необходимого фармацевтического оборудования. Список содержал как основные машины, так и вспомогательную технику. Мы планировали сделать участок производства таблеток полностью автоматизированным и максимально технологичным. Это должно было по сути быть оборудование, которое обеспечивало бы полный цикл производства витаминов, от подачи сырья до получения готового продукта. Планировалось приобрести оборудование для сушки и гранулирования в псевдоожиженном слое, таблеточный пресс, блистерную машину. Оборудование для упаковки блистеров в картонную коробку и много другой техники, которая обеспечит выпуск таблеток. Все оборудование должно быть высокотехнологичным, соответствующим требованиям и стандартам GMP. На совещании по развитию производства мне, как главному инженеру, поручили найти и закупить основное оборудование. Задачу я начал выполнять с поиска оборудования для сушки и гранулирования в псевдоожиженном слое, которое предназначено для смешения, гранулирования, сушки таблеточных смесей. Псевдоожиженный слой технологический процесс гранулирования в псевдоожиженном слое представляет смесь жидкости и порошка, в результате образуются идеально сферичные гранулы. В фармацевтике способ применения кипящего, псевдоожиженного слоя наиболее эффективный при нанесении многослойной оболочки на гранулы. Машина должна быть автоматизирована, операции смешивания таблеточных смесей, грануляции, сушки и опудривания должны осуществляться в одном аппарате. Разовая загрузка оборудования от 60 кг. Главный технолог нашего завода порекомендовал сначала обратиться к производителям оборудования. Они предоставляют гарантийное обслуживание, чертежи, инструкции по эксплуатации, осуществляю монтаж и установку производимой техники. Я последовал его совету. Выбрал в интернете одну компанию в Германии по производству фармацевтического оборудования, зашел к ним на сайт и написал письмо, в котором указал оборудование, которое я хотел приобрести и попросил поободрать мне конкретную машину. Через неделю я получил ответ, что таких машин они уже не производят, однако могут разработать и произвести ее, по желанию заказчика, к концу следующего года. Для нас, иначе говоря, это слишком долго, и я решил поискать оборудование для сушки и гранулирование у других производителей фармацевтического оборудования. Нашел в интернете компанию из Китая, которая производит оборудование для сушки. Позвонил им и уточнил, смогут ли они поставить подобное оборудование через два месяца. Они ответили, что у них есть подобная машина. Менеджер спросила у меня номер телефона и сказала, что перезвонит вечером, когда уточнит у инженера своего предприятия о возможностях оборудования для сушки и гранулирования. Однако вечером она не позвонила. Я связался с ними на следующий день. Менеджер сказала, что передала запрос в конструкторский отдел, и когда будет ответ, она свяжется со мной. Это мне показалось странным. Когда ждать ответа? Сколько ждать ответа? Совершенно не деловой подход к клиенту. Я отказался от самостоятельного поиска оборудования для сушки и гранулирования в кипящем слое. И тут я вспомнил, что на форуме производителей оборудований для фармацевтической отрасли в Москве я познакомился со специалистом, который, в принципе, занимался подбором и поставкой оборудования для производства лекарственных препаратов. Я нашел его визитку, и перед тем, как связаться с ним, решил проверить, реально ли он занимается поставкой автоматов для фармацевтической отрасли. Для этого я нашел сайт его компании, внимательно изучил информацию на нем. Мне понравилось, что сайт был современным, представлены видеоролики работы оборудования, много контактов для связи. Еще я заметил, что сайт существует с 2003 года. Компания уже долго работает на рынке поставки фармацевтического оборудования, и это дает основания утверждать, что успешно. Я позвонил менеджеру. Он сказал, что вспомнил меня и был рад услышать снова. Я рассказал, что ищу современное оборудование для сушки и гранулирования. Он предложил несколько вариантов машин, которые, в принципе, пользуются популярностью у клиентов и проверены на производстве. Я согласился рассмотреть их. Менеджер прислал на электронную почту мне видео, демонстрирующие оборудование, паспорт, инструкцию по эксплуатации установок для сушки и гранулирования в псевдоожиженном слое. Предложенные варианты оборудования для измельчения сырья мне высокотехнологичные, сделанные из нержавеющей стали. Установки мобильные, которые, в принципе, можно при помощи специальных ручек легко перемещать в помещении. Я выбрал аппарат, который, в принципе, управлялся при помощи экрана дисплея на блоке управления установки, и я согласовал его с руководством. Через неделю мы заключили договор по поставку оборудования для сушки и гранулирования в кипящем слое, и через месяц после заключения договора менеджер позвонил мне и рассказал, что машина готова и через неделю осуществит ее доставку. Когда машина пришла на предприятие, мы смогли оценить ее качество. Аппарат был сделан из качественного материала из нержавеющей стали, современный аппарат с удобным автоматическим управлением. Основной бункер установлен на вращающихся колесах, что делает установку мобильной. Предусмотрены два стеклянных окна для оценки процесса. Аппарат ограничен, что создает баланс при помощи металлического ограждения. Мы остались довольны автоматическим оборудованием для сушки и гранулирования в псевдожиженном слое. Возможно, я не получил бы такого отличного результата в такие короткие сроки, в общем, если бы прошел путь по подбору машины самостоятельно. Опыт показал, что решение обратиться за помощью к профессионалу было по сути правильно. Я планирую в дальнейшем пользоваться услугами специалисты этой фирмы в подборе основного оборудования для нашего участка производства витаминов. Люди думают, что профессионалам в своем деле все дается легко, однако я точно уверен, что такие специалисты работают, чтобы, главным образом, нам так и дальше казалось.